В музейно-выставочном комплексе открылась международная выставка плаката «Против нацизма». Лучшие работы, которые были представлены на конкурс, привезли в Люберцы. Подробнее расскажем в сюжете. Эта выставка стартовала весной в парламентской библиотеке Московской городской думы. Теперь её принимает Люберецкая картинная галерея. Первых посетителей экспозиция приняла 22 июня. В 82-ю годовщину начало одной из самых страшных войн в истории человечества. Эта выставка учит тому, что подобное не должно повториться. Сейчас наши солдаты воюют на Донбассе. Дай Бог им победы всем. И нам всем. Мирной жизни над головой. Всегда было актуально настоящее агитационное искусство. Почему агитационное? Потому что если не рассказывать, если не представлять это так, как мы это видим в экспрессии, в цвете, чтобы это было созвучно, времени, эпоха, ну это будет неправильно. Сегодня это наиболее злободневно. Идея провести международную выставку родилась сразу после начала специальной военной операции. Её организовали члены Ассоциации культурного и делового сотрудничества с Италией и Московский союз художников. Плакат – это сильнейшее идеологическое оружие, которое, в общем-то, если начать с 1918 года, даже с Первой мировой, там были плакаты, именно посвящённые трагическим событиям. Мы решили продолжить работу над этой темой СВО. Она задела очень многих. Здесь вы видите отзвук наших сердец в этих плакатах. Мы пустили этот международный клич, а это действительно был международный клич, провести конкурс плаката против нацизма. На него откликнулись наши товарищи, россияне, белорусские друзья. Мы отправляли и нашим друзьям в Швейцарию, в Италию, в Германию. И среди всех плакатов, которые, скажем так, были представлены на конкурс, были отобраны лучшие. На экспозиции представлено 30 художественных работ. Выставка продлится до конца лета. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.